Обгон является одной из главных причин выезда на встречную полосу и входит в пять самых опасных манёвров, приводящих к ДТП. Что, друг, торопишься или бесит, когда все вокруг тупят? Да они что, там уснули все. И вот ты думаешь, что у тебя есть стопудовый повод для обгона? Обгон запрещен, если транспортное средство впереди тоже совершает обгон или собирается поворачивать налево. Вот как раз об этом наш фильм. Если по завершении обгона ты не сможешь безопасно для всех вернуться в свою полосу. Давай сразу расставим точки над И. На регулируемых и нерегулируемых перекрестках, если твоя дорога не главная. Сегодня мы не говорим о том, когда обгон запрещен. Запрещен от слова запрещен. Это закон и по-другому быть не может. Запрещен на пешеходных переходах и железнодорожных переездах. В тоннелях, на мостах, эстакадах и под ними. Запрещено всем, бро. Ничего личного. В конце подъема, на опасных поворотах и везде, где видимость ограничена. Давай лучше поговорим о дорогах, где нет знака обгон запрещен. И разберемся, как, когда, а главное, зачем обгонять. Не люблю быть пассажиром, но иногда приходится. И в таких случаях хочется знать, из чего вообще складывается твоя безопасность и на что стоит обращать внимание. Давайте разбираться. Во-первых, кто угодно заниматься перевозкой людей не может. Нужна лицензия. Если она у вас есть, то будьте добры каждый день проверять состояние ваших машин, не говоря уже о соблюдении правил эксплуатации. Билеты на такие рейсы можно купить только в автокассах. Пассажиров ровно столько, сколько мест в автобусе. А мест столько же, сколько ремней безопасности. Это как закон сохранения энергии. Никаких исключений. Пассажир на своем месте, на котором, к слову, должен быть номер. А багаж на своем. Никаких отклонений от маршрута. Остановок в неположенном месте. Все должно быть четко и по расписанию. Ну и с дверьми все ясно. Закрыл – можно ехать. Остановился – можно открывать. Наш водитель соответствует описанию и выглядит бодриком. Это важно. Мало того, что на такую работу берут только опытных профессионалов, так еще и за их трудовым режимом надо следить очень внимательно, как и за исправностью самого автобуса. Короче, сломаться не имеет права ни тот, ни другой. На маршрутах более 500 километров водителей вообще должно быть двое. Уже через 6 часов за рулем реакция становится хуже, и поэтому важно вовремя сменить друг друга. И сколько бы водителей не было, главное, конечно, неизменно соблюдать правила дорожного движения. Берегите себя, своих пассажиров, свои тачки, в конце концов. Мы сняли целый фильм о том, как максимально корректно вести себя на дороге, как избежать неоправданных рисков и не стать тем самым водилой, который бесит всех вокруг. Вы можете посмотреть его на сайте бездтп.рф. В общем, друзья, безопасных вам поездок! Субтитры создавал DimaTorzok